О, царица Вриндавана, когда Мадхупати, Кришна, the rassika bee, holds your most cooling lotus feet that are filled with the honey of nectarine love taste to his heart. He extinguishes the terrible fire of his desire. О, царица Вриндавана, когда Мадхупати, Кришна, шмель rassika, держит твои наиболее охлаждающие лотосные стопы, наполненные медом нектарного вкуса любви у своего сердца, он гасит ужасное пламя своего желания. Я принимаю прибежище этих стоп. Я принимаю прибежище этих стоп. Ощущая огромную разлуку, Шрипада думает, ничто не сможет помочь, кроме принятия прибежища, прохладных лотосных стоп, Ширадики. На самом деле потребуется время, чтобы понять. Иногда много жизней, для того, чтобы понять. А иногда в той же самой жизни мы можем это осознать. Что мы можем понять, что духовная жизнь никогда не развивается без чувств? Потому что мы практиковали бесчувственность в нашей жизни. Мы пользовались и привыкли пользоваться только умом и просчитывали все в своем уме. Будучи под контролем, лишь сложного эго. И поэтому мы все еще остаемся в нашем материальном сознании. у нас материальное тело, материальные чувства, поэтому мы в материальном мире. чувств нет. Чувств нет. Проверьте. Проверьте. А почему вы не хотите стать чувствующими? Потому что вы хотите в этом мире путешествовать по всем этим мирам. Вы не хотите обрести чувства. Когда же это время придет? Когда я наконец-то осознаю, что хочу двигаться совсем в другую сторону? Вы спросите, ну, при чем здесь чувства? Махабхава означает наивысшее чувство. Если у меня нет даже крупицы чувств, как же я достигну той, кто является олицетворением всей совокупности чувств, наивысших чувств? Правильно или нет? Да. Как же это происходит? Как же это происходит? Когда я потеряю моё плохое эго, и мы принимаем центр в каких-то чувствах в моем спеичном Мастерстве, моём цель жизни, тогда мы должны салендовать для этого. Мы должны это принимать. И когда я бросаю своё ложное эго и обращаюсь к своему духовному учителю, начинаю иметь к нему чувства, чувства к своему Иштадеу, тогда моя жизнь меняется. Но мне нужно предаться этому, отдать себя. мне нужно вернуться в своё нормальное положение, вернуться в состояние души, потому что только с уровня души можно что-то чувствовать. И ощущение приводит тебя в Дивайном по-духовному по-духовному пути. И на этом пути вам нужно будет только умножать свои чувства. Умножить вашу любовь когда вы будете с реальной сознанием о своём идентификации Вы будете умножать любовь, когда будете находиться в своей реальной идентичности себя как души своей духовной формы. когда вы читаете или видите слово радха вы должны понимать что речь идёт о наивысших чувствах. Мы не скажем «Хай are you feeling all the time?» мы скажем «Радха». всегда не пишут наивысшее чувство пишут просто коротко «Радха». «Радха» 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 получится «Радха» 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 означает «Радха» 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 на хинде «Радха» означает поток. и в любой реке вы увидите поток что она течет and you put some wood in that flow it will bring to the gold to the ocean если кинуть в этот поток реки стремящейся к океану деревяшку скажем, то эта деревяшка непременно достигнет цели океана without it in the flow потому что она в потоке и ей не нужно никаких дополнительных усилий прилагать right and why her name is Radha not Dara if you come in the flow и почему ее имя Radha а не Dara если вы войдете в этот поток Radha then you will understand the Dara Dara then you will understand her what is Radha если вы войдете в этот поток в эту дхару вы поймете Radha ее природу Ra means Ra I guess the flow would go in one flow Radha it only goes in one way of flow that flow is only leads to the Krishna and this is the pump she pump you up to the highest flow интересно, Городев объяснил что Radha это та, которая идет наверх поток, который идет наверх как этот насос который вас как бы поднимает да, качает вверх помогает вам вверх Кришне подняться Radha means bring to the one-pointed flow for the Krishna that is Radha Jai Jai Dha это тот поток который течет только Кришне однонаправленно то есть Radha это та, кто поднимает и толкает Кришне однонаправленно однонаправленно и кто такая Radha это та, кто вот этот поток стремительный который абсолютно однонаправленно течет и она помогает нам достичь этой цели Гопинат understand me more he can give the right words in that can you explain that you understand what I say in English right words give ой говорит Гопинат меня хорошо понимает но на английском он сможет лучше объяснить я хочу помедитировать поэтому ты еще раз повтори я был недостаточно внимателем I can try you are so poetic and you are giving the example of any kind of wood that is thrown in the river it will flow automatically to the ocean you go to the river you do two things you swim you swim or against the flow вы можете идти по течению или против течения материальная жизнь это идти против потока А духовная жизнь — это идти в потоке. Как легче против потока плыть или по потоку? Смотрите, нам интереснее плыть против потока, быть в этой материальной жизни. И мы не имеем времени, потому что это слишком тяжело. И поэтому мы имеем так тяжело и так нет времени, что мы не имеем времени, чтобы плыть в воздухе. Да, это правда, Городев. И Городев говорит, что мы настолько устаем плыть против потока, что у нас нет сил просто лечь, и чтобы нас по потоку по этому несло. То есть у нас нет времени ни на что из-за того, что мы очень сильно устаем материальные наши гонки. Как узнать, плывем ли мы против? Городев говорит, что у нас нет сил. И я пытаюсь спать против потока плыть. И я буду очень хорошо, очень хорошо. Люди будут воспринимать меня. Я так быстро спать. Бодили идентификация. Эго идентификация. Мы плывем против потока плыть. Когда мы приезжаем к силу идентификации, мы пытаемся превышать плыть и плыть в поток плыть. Таким образом, мы не знаем, что мы плыть против потока плыть. Да, мы приезжаем в микрофон. Это очень хорошо. И Городев говорит, что когда человек плывет, против потока, он считает себя таким сильным, ведь он борется с течением. Он говорит, смотрите, какой я великий пловец, посмотрите, какой я сильный, какой я мощный, как я умею бороться с потоком. Но это материальная жизнь. И он не может стать подобным дереву, которое ни с кем не борется. Он просто предаётся милости этого потока и течёт по течению духовному, по духовной жизни. И вот Гопинат спросил вопрос хороший. Городев сказал, повтори. Что это? Я просто думал, если я не понимаю твоего душа, то как я знаю, что я плываю против потока плыть? Потому что я живу в моих senses, моем теле, моем эго. И я думаю, что это нормально. В реальности. Вопрос, как узнать, если я нахожусь в эго, как узнать, что я плыву против течения? Ведь для меня это единственная реальность, единственное течение. Как быть? Да. Это происходит. Это нужно реализовать. И не происходит. В этой жизни, может быть, так много жизней, это происходит. Многие жизни могут проходить, и я могу даже не понимать, что я плыву против течения, и что есть другой вариант. Может пройти одна жизнь, а может пройти очень много жизней. И когда это случится, понимание тоже непонятно, в какой жизни. И самый главный вопрос, что нам делать прямо сейчас? Но вы уже ответили, потому что вы говорили, что когда мы идём в flow о Радах's mercy, она, её flow о любовь, она так сильная, что она будет от нас с противом, она будет от нас с противом. Она будет от нас с противом. Но мы должны быть как бы. Как бы. Если вы хотите, но это не нужно, не нужно для того кого-нибудь и тепло, вам нужно купить. Музыка на сп bed, вы должныやって уйти, как кожа вжи зон Alpha Я не говорю технические слова, я говорю философические слова, чтобы вы понимаете это. Я не буду сегодня принимать имя Суамани, я буду говорить только то, что вы понимаете. Окей, can I translate? Sorry. Как вы притворите в мире, когда вы в них. Если они не знают имя Радха, не скажи имя Радха. Говори так же. И Гуру Дев говорит, что я сегодня говорю, нужно предаться. Он говорит, нет, я сегодня не буду никаких терминов говорить, я буду говорить только иносказательно, поэтично. Потому что если вы хотите проповедовать, не надо говорить имя Радха, это никому ничего не скажет. Как говорите, вот её суть, да, описываете. Гуру Дев сегодня вот в таком настроении будет описывать. Только чувства могут разрушить ваши преграды внутри. И это сила, это универсальная, вселенская любовь. На немецком это будет «либо». На испанском «амор». На хиндии это «према». На английском «лаб». На английском «лаб». На английском «лаб». И когда говорят «клим», это значит Кришна, но «л» там означает Радха. Я, когда задумался об этом, то был в полном восторге. Гринда Махини, можно маленький вопросик? Да. Я вас долго ждал. Можно? Это 230-й стих вот этой книги, которую Сунити держит, Шиширадха Судханимхи. И меня, ну, как бы я уже вторую неделю, я медитирую на вот это золотая ниточка в носу Радхарани и бусинка, жемчужинка. И, то есть, говорится, да, что она меняет цвет, она становится то чёрной, то красной, в зависимости от дыхания Радхи. И вот, как бы, ну, как мне, ну, как бы, Анната Дасбабаджи говорит, что, ну, говорят, что там невежественные комментаторы говорят, что это отражаются губы, ресницы, там, что такое, волосы чёрные. Но он говорит, что это, ну, как бы, это дыхание, то есть, ну, вот, я, как бы, от себя уже добавляю, как я это, да, услышал, прочувствовал. То есть, когда она вдыхает, она же дышит, она живёт и дышит ради Кришны, ради Говинды, Мохана. То есть, она вдыхает его аромат, и тогда жемчужина становится чёрным. Но когда она выдыхает, да, то есть, отдавая, отдавая своё дыхание, свою прану, она раскаляется, она вот становится красным. Вот эта жемчужинка на золотой ниточке. И говорится, то, что она прикасается к телу, Анната Дасбабаджи пишет, да, она в соприкосновении с Махабхавой. Да, и вот что, мне интересно, ну, как бы, как бы, может быть, Махарадж, как он, ну, вот, об этой жемчужинке, вот, об её качествах, в моём понимании, ну, правильно ли я? Может быть, я что-то спекулирую. Рады, рады. А вот это, это Анната Дасбабаджи Махарадж сказал, что она вдыхает, да, что как Кришна выдыхает вот эту рагу там, да, раскалённую? Или это ваша реализация? Это моя, это моя. Он очень, он сказал, что, ну, отдыхание, она меняет цвет, просто отдыхание, ну, зависит от отдыхания. А, и вы это уже домедитировали, да? Расширил, да, но я как бы, используя, опять же, стихи из этой же книги. Да, когда она за аромат, помнишь, Говинда Махини? Она вдыхает, аромат загоняет, кинкари, запах. Да, да, да. Окей. Совсем другой стих. Я думаю, Гурудев сейчас, может быть, попросит его прочитать тогда. Гурудев, Рада Говинда, he is, for two weeks, he is meditating on one verse and on one point from this verse. In the same book, in Rada Rasa Sudha Nidhi, in verse 230, it is said that this nose ring with nose pearl of radhika, it changes the colors. According to the inhale and exhale of Swamini. And Ananta Dasa Babaji Maharaj is saying that not so qualified commentators, they are saying that this nose pearl is changing the colors because of reflections from the Swamini's appearance. But he is saying that it is due to her inhale and exhale. And Rada Govinda, when he was meditating, it came to him that when she is taking the breath, she is breathing only for Govinda, only for Mohana. And so when she is breathing in, the nose pearl is becoming black. And when she is exhale, it's her Raga, it's her passion. It's exhaling and this nose pearl becomes red. And he wants to know if his meditation is right. Because for two weeks, he is seeing only this point. And this is her passion is nose and is pointed to lips. You see that nose is pointing to the lips of Radhika. Why this is passionate? Because she is creating to the desire in Krishna. And inviting her to Krishna, to come here, to deathless. This is a Jemchujanka, она увеличивает страсть Krishna, потому что она указывает на губы Swamini, и она как бы его подманивает ближе к ней. Вот, и пробуждает в нем желание страстное. So after that, we sing Adram Madhura, Vachanam Madhura. After this, taking Krishna, the honey wine, then he is in ecstasy. This is honey wine. Да, и что дальше происходит? Krishna пьет это медовое вино, Adhara Madhura, то есть все, да, все вокруг уст строится. Понятно. Рады, рады. Вам понятно про Швачужинку? Да, Говинда Махинни, вы по цветам спросите еще, ну как бы правильное понимание цветов, да? Или может быть что-то другое? Или шире? Рады, рады. Она вдыхает, вдыхает, и она становится черной, да? Потому что она вдыхает Говинду, да, она им дышит. А когда выдыхает, это ее страсть, любовь, да? Да, ее бхава, да, Маха бхава. И тогда она раскаляется. А, раскаляется, да, да, да. And he wants to, more clearly about these colors, because it came to him in his meditation, that when Radhika is taking the breath, inhale, make an inhale, it's like she's breathing Mohan. Mohan is her very breath. And when she's exhaling, this pearl becomes hot, and like iron hot, because she's exhaling this passion. So, it's his own realization, and he wants to confirm, is it true about these changing colors? Because in this verse, it is said that sometimes it's black, the nose ring, nose pearl, sometimes it's red. So, but it doesn't say because of what? It's black and it's red sometimes. The Rassika can understand. Foolish will never understand. Rassika. Only Manjari will understand. Only Manjari will understand. Only Dasi can understand. He cannot be better than Krishna. So, all the scripture is mentioned for Krishna. Why? This is all in healing of Radha, in the name, come in the words of the scripture. So, they think that we have to become Krishna devotees. But how you can be a Krishna devotee, they don't know. They don't know without Radhika, how that somebody can become Krishna devotee. I don't understand how they want to do. They don't think this scripture is mentioned through the words of Radhika. The words of Radhika in his scripture is there. Radhika can say this for Krishna. We cannot without the shelter of Radhika. We cannot, we cannot, we cannot, we cannot do that without Radhika. No good words. 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 And they say, you are Radhika devotee. We are Krishna devotee. They bifurcate them. They fight. But they don't understand anything. Honestly, how they can understand without mercy, without surrender to flow? We have to become like a... The instrument of love. The instrument of love. The instrument of love. The instrument of love. И есть преданные... Некоторые преданные говорят, мы преданные Кришны, а вы преданные Radhika. Мы сейчас будем сражаться. И они сражаются друг с другом, и они даже не понимают, что это невозможно просто. И как вообще можно что-то понять и называть себя преданным Кришной, если ты не предался этому потоку Радхики. Нужно просто стать этим инструментом любви, этим кусочком дерева, который будет плыть по течению милости Радхики. Как они будут понимать, что изменение цвета? Как они будут понимать? Как такие преданные смогут понять, почему меняется цвет этой жемчужинки в носу у Радхики? Они не смогут. Мантра, Камагархи-мантра, нет? Она является причем создать Камагархи-мантра. Для нас можно идти очень легко к ней. И через Камагархи-мантра можно к Радхике очень плавно достичь её. Эта мантра специально для неё. Дай мне, пожалуйста, Баба, Гаэ-три-мантра. Дай мне, пожалуйста. Я ступик. Рады, рады. Рады, рады. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я скажу сегодня о Манджаре или Радха Я буду говорить всё иносказательно Но вы наверняка, вы все всё поймёте Нужно стать инструментом любви Нужно войти в поток милости Радхики И затем внезапно перед смазанными любовью глазами Шипады Проявляется новая игра И Горудев говорит, что это поток создал эту игру Проявил эту игру На английском говорится past time То есть времяпрепровождение по-русски А на английском это слово как прошлое Past time, прошлое время А на хинди это означает сейчас То есть это не то, что было, а то, что сейчас Только в потоке можно почувствовать это Только в потоке можно быть сейчас Прямо сейчас В этой игре, соответственно, да, Лили? Он видит, что Шримати сидит на значенном месте встречи Она очень взволнована чувствами разлуки с Кришной Потому что он почему-то опаздывал на свидание И Шримати, обнимая своих подруг, стинает Я сделала ложи для моего возлюбленного И нанизала для него гирлянду Что значит в потоке? Вам нужно страдать с ней вместе, когда она страдает Вы сможете почувствовать это, если будете с ней в потоке Обнимая своих подруг, она передает этот поток им То есть через её сердце, прижимая к своему сердцу Она им даёт эти чувства И это сейчас происходит, прямо сейчас Это духовное, настоящее Я приготовила листья бетели, зажгла лампы Я сделала это место встречи очень прекрасным Но о моей подруге всё это бесполезно Я не встречу моего героя, который является океаном счастья Я обманула свою свекровь и заловку Лишь для того, чтобы прийти в этот далёкий лес И с большим усилием я декорировала моё полезное тело Чтобы встретить моего любовника Я обманула свою свекровь и заловку Лишь для того, чтобы прийти в этот далёкий лес И с большими усилиями я украсила моё юное прекрасное тело Для встречи с моим возлюбленным Я смотрю на дорогу, ожидая его прихода И я смотрю на дорогу, ожидая его прихода Говоря своему уму, что этот коронный многоценный камень Среди всех наслаждающихся обязательно придёт И как служанка Шрипада утешает эту Вирахавати Радхику в разлуке, говоря ей Немного успокойся, о свамине Твой возлюбленный сейчас придёт И вскоре, немного опоздав, мохан наконец-то приходит И хотя Радика расцветает от счастья, когда видит, что её возлюбленный всё-таки пришёл Она проявляет гордость, потому что ей присуща природа в амья свабхавы Непокорности И... И что значит быть в потоке? Субтитры создавал DimaTorzok И как понять чувства Радики? Нужно быть в этом потоке. Радика, помещая преданного в поток, она помещает его в свои чувства. Поэтому, страдая, преданный тоже будет чувствовать эти страдания. Вот Гурдева говорит, как можно вообще понять чувства Кришны, чувства Радхики, не будучи в этом потоке настроения Радхарани? Как вот эти преданные Кришны, так называемые, как они вообще что-то могут понять про Кришну, про разлуку с Кришной? Потому что, говорит, это невыносимо. То есть, слушая эти лилы, преданный будет погружаться в те же чувства невыносимой разлуки со своим возлюбленным, он будет также терзаться, то есть испытывая всё то, что испытывает свамини, только благодаря тому, что он, как эта деревяшка, предался этому потоку. Это само приходит. Рам Баба, you know, Рам Баба, это одно место, который я видел. Рам Баба, вы можете найти Мишну Бхакти. Гурдадев, пожалуйста, Я не помню, что вы помните, когда вы помните? Он сказал, что Криснабхати превосходство в Вишнабхати, чатан-чатан-мритан. Он был удивлен, что Прабхупады писали о Криснабхати, Вишнабхати. Он был удивлен, что почему он сказал к Вишнабхати, Криснабхати. Я не понимаю, но он стал Криснабхати, Вишнабхати, потому что если у вас нет болезни и ощущений, то это Вишнабхати. Тогда вы Нарайан-плесли. И Гурадев говорит, есть такой Рама-баба, и он однажды, читая Чиритамри, то Прабхупады удивился, почему Криснабхати Прабхупада называет Вишнабхати. Потом он осознал, что если мы не понимаем этих чувств Радхики, то это просто не Кришне поклонение, а это Вишну. То есть без Радхики это Вишну, это Нарайана. То есть... Потому что... ... 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 Кришна. Только Радика может дать чувство, ощущение разлуки с Кришной. Только через Ее чувства, иначе это никак невозможно. И имена Кришны можно… И ещё раз, да, эта мысль, что говорить, что я знаю что-то про Кришну, чувствую что-то Кришне, невозможно без чувств Радики, если мы не будем с Ней связаны, если мы не будем в потоке иначе, если мы Радхику отметаем, то это просто Вишну-Бхакти. Андака, вы хотите сказать? Можете сказать вам что-то? Если у вас есть Детий, может быть, вы можете делать Вишну-Бхакти или Кришну-Бхакти. Вы не офференчиваете, вы едете все, и, по-другому, вы даете какие-то права. Что это? Вишну-Бхакти или Кришну-Бхакти? Я объясню, почему ты не объясняешь? Извините, я пытаюсь сняться. Гуру-Дев говорит, что, предположим, у вас есть Божества, и этому Божеству можно поклоняться как Вишну или как Кришну. И если вы, говорит, предлагаете, насколько я услышала, фрукты, одни фрукты, а сами едите отдельно, то что это? Вишну-Бхакти или Кришна-Бхакти? Что это будет? Винтер-тайне, он очень хорошо плотится, и вы не даете ни вон, ни вон, ни вон, ничего. Это Кришна-Бхакти или Вишну-Бхакти? Это Вишну-Бхакти, потому что мы видим что он не чувствует холод и он не готов, потому что он не ест алмайти-год. Уже он имеет все, что он нуждает. Что это? Это Вишну Бхакти. Это не ваша Вишну Бхакти. Без чувств. Когда без чувств, это Вишну Бхакти, что ему ничего не нужно. Мы ему зимой не даём тёплую одежду Божеству, не даём ему кушать много. Так немножко фруктов положили. Это Вишну Бхакти, потому что без чувств. Гавинда Махиня, попросите Сунити, у неё третий стих, последнее предложение, комментарий третьего стиха. И вот прям финальная точка, то, что Махарадж говорит. Так, ещё раз, какой финальный стих? Третий стих, последнее предложение в комментарии. Третий стих? Это в этом, в тринадцатом? Нет, ну, в этой книге, да, третий стих, третья молитва. Третий стих Рада Раса Суданитхи? Да, да, да. И последняя фраза, комментария? Да. Пусть Сунити прочитает. Рада Говинда is kindly asking Sunити to read Рада Раса Суданитхи, third verse, the last phrase of commentary, because it's like, it's exactly what Gurudev is now saying. So, please, if you can read. And Gurudev, can I share a little bit about this Vishnu and Krishna Bhakti? What Narayana Maharaj used to say to his disciples? He was saying that, Oh, devotees, you are very happy when you are coming to the temple and giving the most beautiful and costly garland to Krishna. But you are not thinking that when you come to the temple in the evening, these flowers, they are already very cooling, they are very cold. And when Krishna will get this garland, he will be cold. It will not be comfortable for him. So you are proud of yourself that you are doing bhakti, but actually you are not thinking about feelings of Thakurji, about feelings of Krishna like this. Я сказала, что Narayana Maharaj говорил своим ученикам, что вы так гордитесь, что вы совершаете поклонение Божеству, предлагая ему гирлянды из самых дорогих ароматных цветов. Но вы не думаете, что принеся вечером гирлянды Божеству, что они уже холодные, потому что вечером холодно. И когда Пуджари наденет на Божество гирлянду, ему будет холодно, ему будет некомфортно, но вы будете так рады и горды тем, что вы послужили. То есть что вы не думаете про чувство, что это Личность, вы не видите Личность за Божеством, не чувствуете, что ему надо, что он хочет. Все о чувствах, и мы хотим только плыть по этой реке. Чувств. Мы выполнили. То, что вы попросили сейчас, сейчас и зачитаем. О, Шиве, Парвати, Махадев. 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 И Радика, видев Кришну, она очень счастлива, но она проявляет гордость, присущая её природе, Вамия Свабхавы. Она такая непокорная. И она поэтому закрывает своё лицо вуалью и отворачивается от неё. Мохан, the king of clever pranksters, tries to pacify her by using so many clever words. И Мохана, являющийся царём всех шутников, пытается умиротворить её, используя множество прекрасных слов. И сев её лотосных стоп, он молит её со сложенными ладонями. Подними своё лицо и посмотри на меня. О, Рай! Ставь свою гордость и хотя бы один раз взгляни на меня. О, Рай! И тогда тьма в моём сердце будет рассеяна. Сколько же ещё ты будешь проверять меня? Если хочешь, возьми мою флейту. Чтобы я смог коснуться пыли твоих лотосных стоп. Ты — бальзам для моих глаз, которые пристально смотрят на тебя. И ты украла моё сердце. Создатель наделил тебя самой прекрасной формой, качествами и нежной юностью во всём мире. «О, прекрасная девушка, почему же ты проявляешь скупость, когда являешься обладательницей всех этих богатств красоты?» И сегодня эта драгоценность среди всех возлюбленных не смог размягчить сердце Шримати. «И его сердце горело, тогда он подумал». И он подумал, «Давайте посмотрим, что случится, если я один раз коснусь её прекрасных стоп». «Когда он подумал так, волна блаженства поднялась в его сердце». «Кришна говорит, посмотрите, насколько он смиренен, насколько он в таком состоянии подчинения находится, потому что он тоже хочет в поток её чувств. Он также хочет там находиться». Ширадика сидит на золотом троне, а её стопы покоятся на специальной подставке. «И Мохан попытался удовлетворить её, схватив её стопы, чтобы поместить их себе на голову. Но Шири Матти тут же их обратно забрала от него. Но они всё же коснулись груди Кришны. И Шири Матти Кави Карнапур, который видел это в его медитации, описывает, как красиво её ноги тогда благословляют на Шири Кришна Мохан. И Шири Матти Кави Карнапур описал, насколько прекрасен Лакса стоп Шири Матти, когда он засиял на груди Кришны. «May the leg of Radha's lotus feet that sticks on Hari's chest and that defeats the beauty of the Shri Vaksa sign, the Kostuba gem and the goddess of fortune there. Пусть же лак с лотосных стоп Радхи, который упал на грудь Хари и который превосходит красотой знак Шри Ватса, камень Кауступху и богиню удачи, находящейся там, который восхваляет восходящее солнце в конце ночи. И который выглядит как большой цветущий красный лотос в водах Емуна. «May this Radha's leg of the leg on her lotus feet protect you». Пусть же этот красный лак со стоп Радхики защитит нас, вас. So, you know, when you go to Vrindavan and you get the takujis, the dainties, then on Krishna's chest you always see a little foot. Have you seen this? Yes, yes. Сунити говорит, что если вы видели takujis во Vrindavan, то у них вот выгравировано, да, у металлических отпечаток, как будто, ну, стоп, на груди. So, this is the mood of the Rasika bridge basses. Follow us of Mati Radhika, the manjaris. И это знак того, что в Ражавасе большие расики, и это настроение манжари они проявляют таким образом. They meditate like Krishna Kavikanapura, how beautiful Shimata Radhika's footprint is on Krishna's chest and all the lila that is combined with it. How Krishna is so humble, begging for her mercy. And like Rudev always says, when you are in the flow of these feelings of Shri Mati Radhika, then you see it everywhere, when the sun is setting, then you see also, oh, this is also the footleg of Radha on Mohana's chest. And Gurudev тоже говорит, что если вы будете становиться расиками, то во всём вы будете видеть эти знаки. Когда, например, солнце садится и заливается небо малиновым светом красным, вы будете думать, о, это красный лак Radhika, и он находится на груди Кришны, Mohana. И солнце также прославляет этот лак со стоп Radhika. Потому что манджари манджари и Radhika видят повсюду любовь своей с вами, которая отражается во всём в этом мире. When we see the sun rise, we can feel, oh, yes, my Swamini was again successful to get Mohana's full love by making her submissive mood, making him happy that his feet are sticking on her, her feet are sticking on his chest. And seeing a red lotus flower in the water of the Yamuna, they also feel that Shri Mati Radhika was successful again. И видя, например, на водах Yamuna красный лотос, они тоже такие, такие бакты будут чувствовать, что, oh, моя Swamini снова победила, она снова, снова уменчалась успехом. И снова красный лак на груди Кришны находится. И обладая таким сознанием, весь мир для нас будет удипаной, что прямо сейчас происходит в духовном брендаване. все эти лила описаны здесь. Like the very nice your meditation and sharing this with the pearl and Gurdephe was giving confirmation. Как вот ваша, да, Рада Говинда, медитация по поводу жемчужинки, как Гurdephe подтвердил, что так оно и есть. So you have to come to Vrindavan and get even more blessings here, get more deep, more deep. You have to become beggar of this love. И, Рада Говинда, вам нужно непременно ехать во Вриндаван и получить даже больше, чем вы хотите, стать таким попрошайкой любви, да, попрошайкой этой любви с вами. Back borrow or steel, Рада Говинда. Рада Говинда, приезжайте любым способом, займите, как это, Гurdephe говорил, back borrow or steel. Thank you, Sean. Вы просите, займите или украдите. Beautiful. Рада, Раде. И, Раде. И, Раде. Раде. И, Раде. И, Раде. Я хочу сказать, что все, спасибо большое. Дадада, сердце, это очень важный и мощный, это моя реализация. Нет, нет, извините. Sorry, 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 my internet was, my internet was out for one minute, please kindly repeat. Please, Kishore. So, before I came to Green Darvan, I joined this Rostradar Kuriko Sangha. At that time, I begged all of you, we can come to Green Darvan. Then finally, I can reach here. And Kishore говорит, что еще до того, как приехать первый раз, она присоединилась к этой санге. И... ... ...